На календаре 17 ноября, Международный день студента. Почему бы нам не вспомнить яркие истории из вузовского прошлого? Погнали! Про драко! Ко мне подошли мои, так скажем, подруги, с кем я хорошо общался, и одна из них сказала в слезах, что ее обижают, ее унижают, ее оскорбляют. Это было два друга, которые это делали. Я в переходе нашел их, поймал, спросил, почему они это делают. Они не смогли мне ответить, и мне очень было жалко эту девочку, и я немножко их побил. Когда руководство и преподаватели заочи узнали, я объяснил эту ситуацию, почему я это сделал, и они меня простили. Про крепкое словцо! Как-то в университете нам сделали прививки. И такие болючие такие, прямо мягкое место. И вот мы идем на улицу холодно, и таким трехэтажным, таким голосистым, мясным, таким вкусным матом таким, эй, Макарыч, давай быстрее там! И не заметили преподавателя по биологии, которая рядом шла. А я когда поступал, я на пятерку сдал вступительный экзамен, и она заведомо знала, что я как будто бы умный. И вот я ей пересдавал раза четыре, раз пять. Я ей говорю, ну пожалуйста, ну поставьте уже хоть бы три. А она говорит, Эдуард, когда вот вы научитесь культурно разговаривать, у вас будет и три, и четыре, и пять. Я говорю, это вы про тот случай? Она говорит, именно. И говорит, там такой укол был больнючий. В общем, я перед теми своими преподавателями извиняюсь, которые слышали мой французский. Про Новый год! История была новогодняя, студенческая. Мы решили отметить этот праздник у одного моего друга на квартире. Родителей дома не было, они пообещали уехать на несколько дней. И более того, в квартире были очень большие запасы напитков. Мы эти напитки испробовали с друзьями. И владельцу квартиры моему другу стало плохо. Он решил постоять на балконе и прийти в себя. Раздается звонок в дверь. Мы поняли, приехали родители. За несколько минут мы сделали генеральную уборку дома. Расселись такие на диван в зале. Включили телевизор. Сидим, смотрим. И, мол, если что, готовы уже уходить домой. Открываем дверь, там наш друг. Он выпал с четвертого этажа в сугроб. Ничего, слава богу, с ним не произошло. Ну, вот это ужасно было. Про похудение. Я же учился на режиссера театра. И на одной из сессий мой одногруппник придумал работу, где по сюжету я и мой брат несли на носилках нашу раненую сестру. Так вот, репетиции шли месяц. И я похудел на 6,5 килограммов. Поэтому хотите похудеть? Не садитесь на диету. Просто поступайте в театральный. Всех с международным Днем Студента. И не забудьте с ним поздравить своих однокурсников. Чао.